30 декабря 2020 года абсолютно неизвестно увидеть ли вы этот ролик или нет но мы показываем абсолютно все самую настоящую жизнь поэтому этот ролик будет посвящен мусору хламу жизни то что отходом то что накапливается за стенами компьютерной мастерской хэви писи друзья у нас начало мини денечка предпоследний потому что у нас 30 числа сегодня будет слово я такое не очень люблю но корпоратив это когда соберутся все друзья и знакомы компьютерной мастерской основные и мы тут вместе еще и стримчик запустим на стрим что вы увидите или уже увидели давным-давно вот это то что происходило в мастерской перед ним самим мы сейчас вместе с никита не кулачок наша с тобой задача смотрите что мы должны сейчас делать это вот компьютерной мастерской это общая территория то есть мы тут просто захватили угол незаконно вот посмотри сюда что здесь творится то есть у нас хлама здесь немерено в основном этот хлам состоит из хлама но нужно то есть огромное количество материнских плат которые иногда в зависимости от того что выходит из строя приходишь вылетает что берешь на собчасти то есть но нам нужно сейчас это все укладывается придет примерно 18 человек около пяти часов вечера и нам безусловно нужно организовать пространство чтобы все ходили свободно могли наслаждаться процессом поэтому мы сейчас никитой будем на ваших глазах приводить эту комнатку в интеллигентный вид вы затем подключил посмотрите и параллельно мы будем комментировать что мы находим вот давай начиная с никитоса женька подлета никто с рассказывать что ты видишь что это вообще такое на вяжем 2 а я им 2 плюс это сейчас непосредственно вот посмотри разберем то есть нас сейчас все корпуса старые к сожалению складировать невозможно они огромны огромное место здесь занимают вот вы можете наблюдать просто и нам нужно вырешить какое оставим если кому-то знаете совсем простенькую сборочку что собирать какие нам придется все же утилизировать отнести чтоб люди просто взяли либо сдали на металл то есть такой формации и перед этим как мы сейчас полный мониторинг проводим то есть старые материнские платы они могут быть рабочие мы берем сортируем отделяем потом обратно материнские платы будем проверять но это кайф момента когда вот это мусорный воин или как называют когда ты просто на свалку приходишь начинаешь копаться вдруг ты что-то интересненькое найдешь или пропустишь так что давайте я вместе с у нас корпуса остались я для начала все же буду унесу вот это вот от нашего стола эрго стол который пришел на котором еще обзор будем снимать я что-то все по выношу никит но ты чё комментируй оставляю тебе тебя женьки вам приятного друзья просмотра давайте из хлама сделаем красивую комнатку на входе в компьютерную мастерскую happy pc я вижу один нормальный корпус и штук 56 5 штучек то то что утилизируется кто-то будет в них шашлыки жарить икс и фыковский блок вижу он не рабочий да да не наверное здесь лежит мне не должен быть рабочий а нет на нерве это не рабочий это наверно дохлый до которая но на запчасти может пригодиться то есть нужно ну да да сортируем тут у нас уже есть ящик сортированный чуть-чуть по винтам это все с майнинг рейзера провода к ним все 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 всякие переходнички так теперь нужно взять одну большую коробку и сортировать матери благо у нас коробок дофига и пупырки у них тоже пор директ а хорошо смотреть да стоишь кайфуешь да так чё у нас тут 56 они так идеально сюда встают просто было создано в коробку под них под пола ты их матерь так план такой друзья найти самое самое ценное мы сейчас решили а сортируем дидер вторые вот никитус уже начал дидер вторую то есть дидер первую дидер вторую старые материнские платы от свежачков свежачки называем дидер третье дидер четвертое первое второе остаются там в идеале когда мы переедем крутой офис когда эти тонер в двадцать первом году случится мы выложим из совсем ненужных материнок офигенную стену закрасим этом кому не белый красивый цвет либо цвет мастерской и получится рельефный я в безумно хочу вот образно говорили рельефы железяк на стеночке то есть все и она будет красиво именно стильно смотреться знать она на все будет в 1 процент но рельефа спорта будет посмотреть точно то кто любит комп и понимает о чем я говорю есть у канадцев некоторые такие вещи делали очень крутые штуки хочу давай нифига себе а про цик стать если какие-то интересные высовывает тоже процентом пригодятся мало ли какой-нибудь апгрейдик то есть чисто без процов одни матери проц и жирненько нам будет делать поэтому так даю тебе и пошли смотри идите сюда заныриваем о возможно здесь встретятся какие-то материнки которые нам кто-то присылал когда-то ну и которые пошли уже естественно на разборочку до возможно это кто-то где-то когда-то чего-то делал так я буду давать старушечка планочки кстати тоже никитос берем в отдельную в отдельную корыто закидываем 256 мегабайт pc3 200 кайф на гаечка дарю тебе это будет подарок на угод в мусоре мы тебе не найдем рабочую маленькую а для чего а под елку на на биджи а вот такая тебе нужно на маленькая аж 81 11 50 все отлично пойдет идем держи дидер первое дидер вторая я я сейчас буду на у нас 2 коробка есть вот давай сюда да может дидер 3 идем заглядывайте сюда о смотри кайф какой какой кайф до а 61 м а то посмотри что случилось сокетом вот это я понимаю жизнь это знаете для чего это происходило то мы отрываем часть сокета чтобы использовать пины сокета для восстановления других материнского то есть это плата донор с оторванным сокетом которая помогла оживить другие сокеты то есть вот такие вот махинации тоже происходят это у нас дидер 3 дидер 2 идет сюда здесь даже процик находится какой-то целерон д красота на мид на металл идет и отправляется тоже у планки кстати мы тоже будем оставлять она судьи было даже упакованы но видимо не так и не завелась по итогу от гигабайт это у нас м3 планочку в отдельную сторону дидер 3 удержишь это свежачок не было полезной запчасти b85 1150 сокет тоже видите ну тут скорее всего проблема просто она наверняка рабочая но проблема сокета но учитывая цену этой материнки заказывать новый сокет менять на это времени нету поэтому идет на донорство на всякие кодеки на чипсете дидер 3 1150 держи не китос материнскую плату о смотри еще такая же плата хорошая аж 110 дидер 4 память или дидер 3 до дидер 3 это как раз переходная модель материнской платы когда еще имея старую память свою со старого системе дидер 3 можно было жить и перейти на платформу sky lake а то есть это как их такая моделька был очень интересная не нужно было переходить на дидер 4 память ты просто брал свеженькую свеженький проц вставлял судя дидер 3 и мог за дешево обновиться переходная модель и такие времена были как раз примерно шестнадцатый год четыре года назад было актуально но тоже проблемы сокетом держим к свежачкам никитос закидываем идем что у нас тут о 9 м3 плюс вот это я понимаю свежачок это старушка отправляется сюда вот кстати свежачок связать свежачок вижу между прочим к нам знаете заходят люди и говорят почем отдадите то есть материнская плата целиком стоит в районе от если продавать на запчасти вроде там 300 рублей считается вот именно по полезностям и и компонентов и многие приходят по 300 200 рублей целиком материнские платы в принципе забирают здесь наш 61 чипсет вообще симпатично очень аккуратная плата но скорее всего сдохлым хабом жизни такая тоже 61 год 1155 время ему уже к сожалению подходит не выдерживают самые простенькие чипсеты вот это все чудо держи это тоже свежачки относительные идут свежачками называют плату одиннадцатого года это конечно кайф ну а что 10 причем причем на ddr4 памяти здесь я знаю проблем исключительно в сокете прям совсем ему плохо она была полностью рабочая с майнинг фермы флота x это полноценна тексовая плата просто чуть более узенькая то здесь нету 4 слотов вот но эта плата под майнинг ферму посмотреть дорогущий на самом деле нереально если восстановить принципе денег стоит здесь есть смысл восстановить сокет но заморачиваться пока не будем раз два три четыре пять шесть писи экспресс лотом исключительно под ферму ставится кучу видюх через райзеры подключаются имеет место быть ddr4 свежак но запчасти какие пригодится когда-нибудь либо под под а это 110 чипсет это скалы и билайки до это и это стоимо нет это стоима не ферме когда у нас мы покупали огромное количество там видеокарт просто целаяся игрок и рx и да и все подобное здесь у нас 110 на ddr4 матери тоже платка наверное проблемы какие-то типа сокета не сильно и я час до как-то кпусть до розыров и просто обалдеете сколько у нас тут есть это старушки на это старушки это а Ооооо, это целая история, есть отдельное, друзья, видео, если не забудем, вставим кадр и забудем, ничего страшного. Маленькое перепелиное яичко, посмотрим, что получится. Я, наверное, вот так даже возьму, кладем. Ууу, прям даже начал, по-моему, слегка. Смотрите, знаете, что здесь? Кто догадается, старички поймут, это та плата, друзья, на которой мы жарили яичницу. И я лично ел маленькое перепелиное яйцо, жареное на хабе. Как вам? А? То есть мы тут жарили на чипсете, причем, а да, вот, перемычку. Мы, смотрите, делали какую поразительную перемычку, чтобы у нас питание непосредственно сразу шло, не вырубалось напрямую. Смотри, какая, ох, красота. Да, это легендарная материнская плата, друзья. В этом, знаете, в каждой вещице есть какая-то своя история. Но в какой-то момент, к сожалению, она доходит до момента нецелесообразности восстановления и умирает. Это судьба, по сути, абсолютно любой системы, если не какого-то нереального эксклюзива и человека, который хочет продолжать ему жизнь. Легенду даю тебе в руку, Никитос. Копаемся дальше с вами, друзья. У нас сегодня, видите, получается такое действительно залипательное видос. Обалдеть. Смотри, какая плата, скажи. Это просто 775 топ, по-другому не скажешь. О, так здесь идет 400А по DDR2 и 200А по DDR2. Да, смотри, тоже переходные модели. И DDR2, и DDR3. Такое нечасто ты встретишь. Это у нас DDR2 тоже красотка идет. О, конечно. Тут столько интересного золота, тут флешечки биоса, которые могут когда-то пригодиться, мультиконтроллеры, кодеки различного формата. Да, это однозначно. Фу, G41 на DDR3 памяти, 775 на DDR3. Еще одна переходная модель. То есть, каждая история, значит, этапы в жизни и развитие компьютера на сегодняшний момент тоже имеет место быть и достаточно актуально. То есть, если самый топчик на 775, ты собираешь на DDR3 основе. И вот материнская плата была хорошая, но, видимо, перестала запускаться, либо что-то с ней DDR3 еще было. В общем, фу, друзья, давайте небольшой таймлапсик, доберемся до чего-нибудь интересненького. Отдельно наведусь, потому что здесь буквально можно рассказывать про каждую запчасть, которая когда-то сюда попала. Очень много чего интересного, но надо это разобрать. По-любому. Я радуюсь, как ребенок. в новогоднюю ночь, потому что, знаешь, находим какую-то коробку, а тут, посмотри, планшет, Ирбис. Разыграем сразу между... Включается, работает 100% на деньги, только оплатно вперед. Переводите. Куча оперативочки, посмотри. О, золото. Между прочим, контакты позолоченные. Мы отсюда будем все это дело выплавлять. Поставьте лайк, напишите комменты, если вам бы интересно было на это посмотреть. Но это бог с ним, смотри. Иди сюда, что я нашел. И вспоминаю сразу, знаешь, каждые вещи притрагиваешь. И вспоминаешь ее историю. Кто-то нам подарил. И сказал, если что, разыграйте между подписчиками на полном серьезе. И я, честно сказать, давненько про это все дело забыл. Смотри. Здесь джойстик. И он рабочий. Поэтому, вы знаете, что, друзья, сделать. Самый лучший коммент от этого видео. Просто щелкнем, напишем под комментарием. И уедет вот именно вам. Потому что я должен это сделать еще, наверное, год назад. Тем не менее, вот, я и забыл про него. Просто представьте, забываешь. У нас полноценный рабочий джойстик. Почему бы и нет? Почему бы он, по-моему, нам человек его так и оставлял. С тем, что вы разыграете между подписчиками еще давным-давно. Поэтому, отлично, что мы это нашли. Идем дальше. Картина, а не краса. Выглядит ничего так, да, друзья? Нет красок. Нет красок. У нас есть также, помнится, давно нам отдавали вот такую штуку. По-моему, там какая-то проблема с этим принтером. Так и не разобрались. Тоже не знаю, что с ним делать. Иди сюда. Смотри, какая красота. Это маленькая коробочка. Сейчас вроде бум-майнера. Эти майнеров опять пошел. У нас, если что, огроменная коробка этих райзеров. Просто огромнейшая. Это не одна. Там еще есть на складе огромная. У нас их очень-очень много. Да, если кому нужно, что смело обращайтесь. Дело хорошее. Не знаю, сколько они стоят. То есть, минимальный ценник по рынку они стоят, друзья. В нашей мастерской. Если кому нужно, смело напишите. А так мы, в принципе, здесь уже немножко подразделили. Остается куча мониторов. Например, кто себе хочет обалденную LG-шечку. Сколько здесь? 24 дюймов Full HD IPS. Вот. Сейчас ее подправил. Теперь точно все нормально с ней. Ну, у нее, по-моему, разбита матрица. Так она полностью рабочая. Но на какие-то там контроллеры, кнопочки может пригодиться. Ну, это классика жанра. То, что здесь абсолютно происходило. Куча старых мониторов. Рабочих, нерабочих. Это мы сейчас тоже все разберем. И посмотрим, что у нас получилось. Одна полная коробка. Вторая полная коробка материнской плат. Третья. Четвертая. У нас четыре коробок огромных материнских плат. И куча мусора. Вентилей. Целая гора. И смотри, тут, конечно, тоже вот так вот лазишь, смотришь. Когда-то были сборочки. На 750 EVGA. Dark Rock Pro 4 кому-то когда-то шел. Здесь B450-я мать от Mortal. Гамаксы. Надо сейчас полностью разобрать комплект. Возможно, что-то полезненькое мы найдем. То есть полные комплекты с видюшечкой. Что это было? 5700 видеокар... Ой, да, 570. Да, представь. Ты можешь сказать за каждую коробку? Да, это стрим ты делал по сборке. А, точно. Мы автоматизм делали сборку. Обалдеть. Видал? А и коробки оставляли, да? Ну, разберем, что там полезного будет, понятное дело. И если что, будем утилизировать. Сумка какая-то нашлась. А в сумке клавиатура. Кто-то, видимо, тоже что-то дарил, оставлял. Вот в таком вот хламе, друзья, компьютерная мастерская и живет. Потому что времени на разборку никогда не хватает. Но перед Новым годом нужно очиститься. Чем мы сейчас с вами и заняты. Даже смотри, что у нас бывает в хламе. Валяется. B350, M4, материночка. Почему бы и нет? Кому бы, может, пригодилась. Вот такое можно найти, если хорошо. Хорошо покататься. Следующий кадр уже будет, когда мы весь мусор уберем. И просто наведем тут красоту под концовку этого мусорного. Видео. Всегда мечтал в нем стать. Вообще, я мечтал запрыгнуть в какую-нибудь мусорку. И там что-нибудь интересно найти. Потому что ты находишь. Это тебе достается бесплатно. Ты об этом не знаешь. Интрижка всегда возбуждает хорошего человека. Ну, друзья, мы постарались. Немножко привели это место в порядок. Вам может показаться, что ничего не изменилось. Но изменилось достаточно много. Огромное количество мусора. Целую вот такую штуку. Мы просто уничтожили. Поискали, посмотрели. Положили все на место. То есть, ну, начнем с вами 2021. 2021 хорошо. И знаете, что самое интересное? Когда ты постигаешь глубины вещей, которые, в принципе, не нужны, но нужны одновременно. В общем, действительно хлам воистину. То, что иногда находишь старые диски. И вот Женька-оператор меня спрашивал, для чего нужно дисковаться в ноутбуке? Вот для таких моментов. Идемте, закончим видео с вами небольшой ностальгией. Потому что один из дисков, он особенный. Он воистину заслуживает отдельного уважения. Смотри. Во-первых, здесь диск у нас Аватар. Телефонная будка, зеленая милец. Хорошие фильмы. Один диск пустой. И один диск... Друзья, если мужчина пронит сейчас слезу, абсолютно заслуженно. Потому что... Хрюшка. СП-3 сервиспак. Даже запустить написано Крак в безопасном режиме через F8. А вот, знаете, вот такие вот моменты. Вот ты берешь современную технику. Открываешь в ней дисковод, если он открывается. Давай, красавчик. Вставляешь сюда эту хрюшечку, которая стоит в обед. Это CD-R. Даже не IRB. На 700 мегабайт. Вот время-то было. Так хрюшечку называют, серьезно. HP, XP. Конечно, это хрюшечка. И ждешь, пока он, знаешь, вот этот... Ждешь, пока дисковод покрутится, распознается. В этом есть какая-то своя романтика. Да. И ты берешь, щелкаешь право окном режиме, щелкаешь. Выполнят установку. И смотри, вас приветствует Microsoft Windows XP. Когда-то это было просто вверх вообще всех возможностей компьютера. На сегодняшний момент это смотрится смешно. Тем не менее, до сих пор бывает, что иногда приносят в мастерскую старенькие аппараты. Да полно до XP было, господи. 2000-е, миленим, 98-95. И все пошло туда вниз, в гору. То есть полно было. Ты договоришь, что до XP было? Я думаю, типа, подожди, а ты рожден? Да. Ты был рожден, когда еще не было XP. Ой, вернее, наоборот. Ты был рожден, когда XP была вовсю. Вот это, Женька, да. Знаешь, вот этот вопрос, когда задают тебе парень, а что было до XP? До XP не было ничего. В СССР секса не было, друзья. Так, да, подробнее о процессе основания. В общем, красота, друзья. В этом есть какая-то душа. На этом мы закончим это мусорное видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. А у нас остался действительно вот этот джойстик. Поэтому черканите в комментариях что-нибудь выберем, отправим кому-нибудь. Его нужно, чтобы он нашел свой дом. Ну и вам, конечно, это видео, если и выйдет, то, возможно, уже Новый год прошел. Поэтому я искренне надеюсь, что он у вас был замечательный, максимально бомбический. И вы, знаете, высвобождали пространство для чего-то новое. То есть старое, совсем не нужное. Не боялись выкидывать, ценные вещи хранили. Потому что этот диск, если я выкину, мне Ваня перестанет дружить. А если Ваня со мной перестанет дружить, нам придется закрыться. Поэтому я даю, Вань, тебе этот комплект. Это мини-подарочек на Новый год. Я его отрыл на мусорке лично. Ну и все. Берегите, цените, освобождайте, развивайтесь. Это замечательно. Увидимся в новых компьютерных историях. Надеюсь, уже не мусорных, а конкретных. Которые мы будем снимать прямо сейчас.